Тем временем сегодня в Кировском кинотеатре ажиотаж на просмотры отечественной картины. На премьеру фильма «Временные трудности» в Киров приехали его создатели. Это режиссер Михаил Расходников и актриса Виктория Соловьева. Как идет специальный показ ленты, знает Евгения Бакина. Женя, как премьер... Катя, фильм еще идет, но несмотря на это у нашей съемочной группы есть возможность пообщаться с людьми, которые имеют непосредственное отношение к картине. Отмечу, что основная часть фильма «Временные трудности» снимались в нашем городе. А подробно обо всем расскажет режиссер данной картины Михаил Расходников. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Во время съемок локации «Держались в секрете». Сейчас уже можно поговорить о них и где конкретно в нашем городе снимался данный фильм. И все ли у вас получилось? Ну, все ли получилось это решать зрителю. Практически весь фильм, 85% точно, снималось в Кирове. Это и старелитейный завод, на котором работает наш герой Иван Иванович Хлобыстин, и роддом, и школа. Огромное спасибо директору школы, который очень нам содействовал. И Вера Алексеевна доставила нам просто фантастическую квартиру духов в 80-х, наполненную любовью. И «Натура», вы видите, и «Фукшинскую березовую рощу», которая снималась там в 5 километрах от Кирова и Советска. Ну, это все Киров. Основная часть, так скажем. Также хотелось узнать главный герой. Он бизнес-консультант, который перебрал врожденную болезнь. Вообще этот фильм, мотивация такая, мотивирующая? И вот что вот? В двух словах очень сложно сказать о том, о чем фильм. Потому что мы специально создали кино, чтобы рассказать эту историю. Эта история очень поразила нас самих. Она основана на реальных событиях. И все события мы взяли из жизни одного, реального человека. Потом она, конечно, наполнится и метафорой, и судьбами других героев. И актеры очень сильно наполнили фильм. Потому что Илья Рязанов и Риналь Мухаммедов, люди, которые знают, что это такое, не понаслышке. И прошли борьбу со своими ограничениями. До сих пор борются у Ильи Рязанова, а у мальчика. Инвалидность, правда, не связана с опорным двигателем аппаратом. У него мальчика с опорным. А вот смотрю, также у нас рядом есть актриса, которая принимала участие в фильме. Виктория Соловьева. Вика, здравствуйте. Хотелось бы у вас узнать о вашей роли. Конкретно все ли у вас получилось, по вашему мнению? Здравствуйте. Ну, не мне судить. Это все как бы зритель должен понять, получилось или нет. А роль мы с Мишей создавали из историй о наших мамах. То есть мы из двух мам сделали некий такой симбиоз, который, мне кажется, получился. Как считаете, вы на чьей стороне были, как персонаж, на стороне отца или на стороне сына? Я вам не могу конкретно ответить, потому что в каких-то отдельных ситуациях я принимала в сторону и отца, и в сторону сына, как бы лавировала между. Как считаете, а почему стоит прийти на данный фильм, по вашему мнению? Я уверена, что стоит фильм посмотреть, потому что очень много любви и очень много сил вложено в этот фильм. И сил, которые именно здесь, в Кирове, мы получили от людей, которые просто открывались нам. И абсолютно незнакомым людям открывали такие интимные вещи, которым не каждому расскажешь. И они очень болели и хотели, чтобы у нас получилось. И вот это какое-то желание, чтобы это получилось хорошо, оно, мне кажется, в чем-то и передалось в фильме. Я думаю, что это оценят. Как раз совсем скоро закончится фильм. Спасибо, Виктория и Михаил, что прокомментировали, ответили на мои вопросы. Спасибо вам. До свидания.